всем привет друзья с вами снова рубрика в игру и сегодня я бы даже сказал мы будем не только показывать рассказывать но еще и показывать танк который мог бы появиться в игре как вам такое причем мы будем показывать его в игре но мы говорим о том что такого танка еще нет в игре и было бы круто чтобы он туда чтобы он там появился вот так короче я вас сходу запутал давайте начнем как обычно с того что что за танк вообще сегодня мы будем обсуждать на этот раз это будет обт новая разработка европейская скажем так в общем-то он так и называется ембт европейский основной боевой танк ну и сегодня про него будет рассказывать мой модератор егор давай приветствую вас леди и джентльмены с вами седьмой выпуск программы в игру и как уже сказал шеф мы поговорим сегодня с вами о такой машинке как ембт на выставке евросеттере 2018 консорциум из немецкой компании краус маффон вегман и французской nextor представил публике результат проекта энхендж main battle tank усовершенствованный основной боевой танк в переводе собственно в отличие от предыдущих попыток создать единый европейский танк на пределе технологий и с прорывом в будущее передаем привет мбт-70 данный конкретный аппарат представляет собой низкорисковую разработку многие могут перепутать его с французским танком леклерк все дело в том что новый танк создан на основе корпуса немецкого леопард 27 и башни французского танка леклерк официально новая машина получила название и europe and main battle tank или проще говоря ембт новый танк является гибридом немецкого французского танков башня леклерка которая легче на целых 6 тонн оснащена автоматом заряжания снарядов и напички на различные электроники преимущества очевидные 22 выстрела в автомате заряжания вместо 15 в башенной укладке леопарда броня многослойная модульная так что при необходимости поврежденные модули брони можно заменить или установить на более современные интеграция технологий двух стран в одну боевую машину которая лучше и легче своих родителей так и так у французов более эффективна система автоматического заряжания у немцев пушка как вы знаете заряжается вручную у немцев мощнее и надежнее ходовая часть шасси также в некоторых изданий указывалось что другое преимущество французской танковой башни заложенные разработчиками возможности для модернизации вероятно в будущем на нее будет установлена перспективная 130 или 140 миллиметровая пушка в 96 году экспериментальный лекляр т-40 терминатора со 140 миллиметровым орудием был испытан но в серию не пошел к сожалению точных данных по данной пушке пока нет возможно что установка такого большого калибра на танк требует значительных доработок отмечается что проект пока только комит ну просто коммерческий танк создавался не по заказу правительств но создатели уверены что никуда власти обеих стран не денутся и будет им крутой военный контракт другим пока это все на пока это все на бумаге то есть они пока обсуждают его вот так сказать мы так понимаю как минимум прототип у них есть да ну да он был успешно испытан на его показывали стоит на самой выставке кадры были как он по полигону рассекал а в каком году не помнишь думаю плюс-минус в этом же году а то есть это прям совсем свеженький другим преимуществом новой машины станет мощное шасси танка leopard 27 которая изначально была рассчитана на более тяжелую башню новая машина будет на 6 тонн легче что хорошо скажется на маневренности а заказчик сможет либо купить более легкую машину либо потратить эти 6 тонн на дополнительное оборудование навесную броню более мощное вооружение ну все это дело будущего пока новый гибридный танк оснащен 120 мм французской гладкоствольной пушкой 12,7 мм пулеметом а экипаж составит 3 человека благодаря наличию автоматозаряжания масса примерно 59 тонн новый танк и мбт может стать конкурентом другим проектам таким как немецкий танк мбт революшн в нашем игре кстати он больше известен как леопард революшн ну как бы вот историческая справка информации скудновато но дает общий вид техники так скажу ну и собственно то как раз то что ты мне до этого говорил перед видео там единственный косячок да не будет ни казов ни куэпу ну вот как сейчас есть прототип на нем ни казни куэп не установлен но как я уже упомянул благодаря тому что башня весит меньше чем башня леопарда да можно весить но пока нет никаких данных что будет установлено что может быть установлено просто можно установить с другой стороны в этом нет никакой проблемы так понимаю что разработчикам все-таки припаять ему какую-то каску и потому что в реальности это без проблем можно было устанавливать думаю вполне и в итоге у нас получается гибрид значит леопарда леклерка мы вот даже собственно можем вам показать как в игре он бы выглядел ну собственно этот танк был так сказать сделан умельцами из паблика панзерсов а под видео в описании будет на них ссылочка то есть в принципе уже все готово для того чтобы этот танк сделать есть у нас леопард как вы знаете есть у нас или клерк соответственно просто берем меняем башню леопарду и получаем танк который но опять же в зависимости от обвесов можно было бы поставить либо на 9 либо на 10 уровень в целом если его достаточно хорошо защитить все таки база 2а7 именно 27 на все таки десятого уровня леопарда башни от леклерка то у нас там два икс ну насколько я помню раньше был 27 потом ю 2 из перри перри шифровали ну в общем в принципе если ну естественно касс надо будет поставить потому что что для 9 что для 10 уровня без к за кататься или хотя бы куэпа вот прям такое себе ну а так и насколько и по в игре большинство ну не нормальный куэп у нас на самом деле я заметил только у советов беспонтовые куэп у европейских танков как раз таки с куэпами все норм они от них есть толк это уже леклерка например вот то есть по сути разработчикам даже ничего не нужно будет делать просто вот вам парам новый готовый танк который можно хоть завтра запулить в игру единственное конечно вопрос надо будет подумать все таки подумать о его какой-то фишки ну то есть по хорошему впаять ему какую-то интересную активную способность либо какое-то оборудование интересное так то он получается по идее будет достаточно легкий маневренный и скорострельный танк насколько я понял вот но еще чем быть интересненько и к нему придумать и получается вот вам новый готовый в бт хотя опять же на десятом уровне их дофига но если из если вы сделают завезут на девятый уровень будет тоже неплохо единственное опять вопрос будет под что его обазывать вряд ли как вы понимаете да это будет какой-то прокачиваемый танк скорее всего это будет какой-то новый прям с другой стороны возможно если они следующий боевой путь решат делать именно какой-то европейской с европейской техника это вот вам как вариант награды на последний уровень хотя насколько она будет конечно достойно главный награда это вопрос да и в принципе скорее всего а следующий боевой путь у них уже вся техника расписано уже в процессе так что если только через а вот боевой путь а вот кстати насчет интересностей это же один из редких танков европейских не считая самого леклерка у которого будет автомат заряжания почему бы ему как бы если допустим ему все-таки не будут кассы кэп дать ему такую способность как автомат заряжания например на два три снаряда в стиле бурлака калибр большой урон небольшой но зато маневренность и точность орудия с таким с такой вот дозарядкой будет делать свое тело да как вариант тоже хороший вариант кстати так что в общем то все готово что называется разработчики осталось дело за вами просто его допилить и добавить в игру под каким-нибудь соусом в общем пишите в комментариях кстати говоря не забывайте написать комментариях мы поглядываем на какие машины вы хотели бы увидеть видео что можно было бы еще добавить в игру ну а на этом у нас все всем пока а у федерзин господа